Каникулы закончились. Надо возвращаться в рабочий ритм. Для кого-то это наконец-то, но кому-то приходится преодолевать все стадии отрицания, чтобы после праздников прожить первый рабочий день. Но у меня хорошие новости, он уже подходит к концу. Вы смотрите программу «Разговор по душам». Я Галина Топилина. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, что сделать, чтобы скорее войти в рабочий ритм после праздников и как начать новую жизнь, если очень хочется. В гостях у нас сегодня психолог, преподаватель кафедры социальной психологии Самарского университета Ольга Галкина. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Любые перемены – это стресс. Мне встретилось такое понятие «постпраздничная депрессия» или «постпраздничный синдром» даже. Многие в первые дни после праздников ощущают вялость, раздражительность, сонливость. Неудивительно, впереди ведь еще целая зима, новые задачи, старые проблемы. Хотя, казалось бы, жизнь входит в свое такое нормальное русло, да? Это же неплохо. Почему, откуда берется вот это вот состояние? Ну, все это состояние проживает очень по-разному, скажем так, да? У кого-то это действительно очень сильно выражено в таком остром ощущении «не хочу» и где нужно себя преодолевать. Вот это связано с представлением человека о том, да, что он попадает в ситуацию, которую он в полной мере не контролирует. Он должен подчиняться. Любое подчинение в современном мире, да, воспринимается людьми таким образом, что он всегда будет испытывать вот это напряжение, поскольку он испытывает, это, например, желание, да, сделать это так, как ему удобно. Вот. Мы получаем много заботы с самого рождения нашего, да, и очень часто те люди, которые о нас заботятся, перенимают то напряжение, с которым нам во взрослой жизни приходится справляться самостоятельно. И не все прикладывают туда значительные усилия. Скажем так, праздники — это то течение времени, это та жизнь, которую мы планируем так, как мы хотим. Мы не ставим себя в обязательства. А работа — это достаточно жесткие условия обязательства, где мы не можем менять условия так, как мы хотим. И не столько работа вызывает у человека вот это напряжение, и не столько сама дорога, хотя это тоже транспорт общественный, как вы понимаете, всегда это большое испытание. А именно представление о том, что я попадаю в ситуацию, в какие-то условия, от меня не зависящие. И это длительно, надолго, и с этим приходится считаться человеку. А вчера я мог делать еще все, что захочу, а сегодня должен подчиняться расписанию. А с точки зрения психологии, человеку нужно какое-то время вот именно на раскачку, на адаптацию к этому, вроде бы, привычному для себя режиму, потому что, ну, 10 дней назад я в нем жил? Вы знаете, это зависит очень во многом от личности человека, я бы сказала, от его индивидуальных таких психологических особенностей. В силу того же темперамента, да, вот люди, которые характеризуются достаточно высокой переключаемостью, да, вообще таким сильным типом нервной системы, да, они достаточно быстро переключаются, и особого подготовительного периода для них не требуется. Но есть другие люди, для которых характерно, ну, такое вот психологическое подтягивание. Они не могут резко встать, начать что-то делать. Им нужно все время подготовиться, хотя бы мысленно настроить себя на то, что я погружаю себя вот в эту атмосферу какого-то напряжения, хотя вполне такое напряжение оправданное, потому что я иду на работу, чтобы зарабатывать деньги, чтобы, как бы, подтверждать вот социальный статус и так далее. И опять же, среди людей, которым нужна подготовка, есть и те, которым нужна длительная подготовка, вот сначала мысленно, а потом перестраивание режима и так далее, многих ресурсов. Да, и когда все эти люди встречаются в первый рабочий день на рабочем месте, они начинают нервировать друг друга. Конечно, да, да, совершенно верно, потому что кто-то быстро включается в работу, да, а кто-то, так сказать, понимаете, он добирает как бы то напряжение, да, вот есть такое понятие, как психологическая адаптация. Она рассматривается как общее состояние, когда человек хорошо сориентирован в том виде деятельности, который он выполняет, да. Но есть, конечно, ситуационная такая адаптация. Это означает, что у человека должен быть какой-то такой уровень напряжения нормативный, из которого он легко переключается в вид деятельности, каким он занимается. Поэтому даже находясь на работе, кто-то быстро это делает, а кто-то добирает это напряжение, и вот он сидит, смотрит, тянется кружечке там чая или кофе, он как бы насыщается разговорами вокруг себя, тянет вот этот вот период, из которого он ощущает, ну вот сейчас я готов, сейчас я буду работать. Хотя согласитесь, да, что не все виды деятельности позволяют людям длительно или хотя бы какое-то время настраиваться на саму работу. Ну да. А есть ли какие-то универсальные, может быть, рекомендации для людей, как быстрее войти вот в этот вот график рабочий? Ну, конечно, есть и такие рекомендации, но я сразу хочу сказать, что, и обратите внимание, что если вот уже на отдыхе, на выходных, на длительных праздничных выходных у человека часто возникает мысль о том, что само упоминание о работе, да, это само напряжение, я бы сказала, что это вопрос о чем-то более глубоком, о своем личностном развитии там, да. Но если мы говорим о своде каких-то рекомендаций, я бы сказала так, что очень хорошая привычка, которую нам прививали родители, это когда приготовить заранее то, что необходимо тебе на работу, начиная с, скажем так, одежды, костюмирования на следующий день, да, вот, каких-то вкусных бутербродов и так далее. Вот когда человек подготавливает себя к работе, то вот это напряжение, оно несколько разгружается. Продумывание, на чем ты доедешь на работу, с кем ты там встретишься, вот это вот мысленное моделирование, оно направлено на то, чтобы помочь человеку плавно перейти в работу, не находясь непосредственно уже там. Ну и на рабочем месте, да, там, вытереть пыль, собрать бумажечки, там, может, что-то избавиться от чего-то. Вы обратите внимание, что некоторые люди, опять же, это не для всех видов деятельности, да, они окружают свое рабочее место какими-то приятными вещами там, да, вот, на которые он отвлекается, и вот этот момент отвлечения помогает ему сбросить то ненужное напряжение, которое мешает работе. Вот, и поэтому тут главный вопрос – это отключиться, переключиться на что-то приятное, что тебе стойко помогает, очень быстро на тебя воздействует. А это, опять же, для каждого человека какие-то индивидуальные вещи. Вот, например, одному человеку действительно приятно, что у него какой-то прекрасный цветок в кашпо, и он ему дарует какое-то эстетическое наслаждение. И скучал по нему все 10 дней. А для другого эта успокоительная мысль – это о том, что все очень быстро заканчивается, на самом деле. Даже вот эта рабочая неделя, она быстро заканчивается, и он уже мечтает о тех выходных, которые будут ровно через 5 дней. Вот, и вот это отвлечение, как он проведет эти выходные, да, одно то, что он не приедет вот на это место работы, а посвятит себе самому время так, как он считает нужным. Оно его успокаивает, оно его отвлекает и радует. Это замечательная такая, в своем деле, идея. Вот вы еще уже сказали про личностное развитие, да, что это на самом деле более глубокий такой вопрос. Вот мы сейчас к этому как раз подошли. И я тоже изучала литературу на эту тему, и встретилась такая информация, что если не хочется идти на работу после праздников, то это такой индикатор как раз того, что, может быть, вам в принципе не хочется идти на эту работу, и надо как-то менять свою жизнь. Неужели праздники – это такая лампочка красная, которая подсвечивает этот момент? Вы знаете, и праздники, и выходные, если человек сталкивается с мыслью о том, что каждый раз, буквально постоянно, он преодолевает себя, заставляя себя приезжать на свою работу. Понимаете, так не может быть постоянно. И я говорю о том, что, скорее всего, это признак того, что человек выбрал неправильное направление, потому что внутри нас постоянно вот эта вот идея, особенно у современных людей, она сейчас очень широко распространена. Поиск себя, поиск своего места в этой жизни. И почему это так важно для человека? Потому что, когда он его находит, это место, а это какой-то вид деятельности, это какая-то профессия, да, то он впадает в то состояние, в котором ему приятно находиться. Вот вы, наверное, наверняка знаете таких людей вокруг вас там, да, или слышали много раз, да, и многие наши зрители тоже слышали, когда человек находит свое место в жизни, свое какое-то дело, то у него практически не отличается, не различается работа и отдых. Они смыкаются, они сливаются, они плавно переходят из одного к другим. И эти люди, это могут быть люди совершенно разных профессий, это могут быть и, опять-таки, психологи, и доктора, преподаватели, преподаватели, актеры, режиссеры, какие-то дизайнеры и так далее, когда они на отдыхе разговаривают о своей работе. И они говорят это с упоением, и им это очень нравится. И те же музыканты на отдыхе могут вот вполне, да, опять-таки, включать в отдых исполнительные какие-то моменты, да, связанные со своим видом деятельности, они играют на музыкальных инструментах. А это не будет считаться каким-то перекосом, если и на отдыхе, и о работе, и все время? Человеку это в радость, человеку это приятно. И иногда какие-то идеи приходят, связанные с работой, как раз-таки, когда человек отдыхает и занимается не работой. Но это показатель того, что человек действительно в работе находит смысл определенный для своей личности, вот эту точку приложения себя. Тогда люди не будут сталкиваться с тем, что они заставляют себя ходить на эту работу. Это и называется любимое дело, это и называется любимая работа. Конечно же, тут что может быть, если человеку, допустим, на праздниках, да, приходит мысль о том, что на любимую работу нужно ехать, ну, на том же общественном транспорте. И тогда не сама работа, а вот эта поездка, да, она вызывает у него как раз-таки вот это вот напряжение, что с этим надо как-то там справляться. Но это не связано с самой работой. Потому что вот, поймите, есть такое вот понятие, да, психология менеджмента, психология труда, эргансационной психологии, как стойкий демотиватор личности. То есть у всех у нас есть мотивация, это вполне такое знакомое для вас понятие, да. Вот это определенная направленная, осознанная какая-то потребность, да, предъявленная к реализации. Она движет поведением, движет отношением человека. Это то, что ему необходимо. А демотивация — это как раз-таки стойкая система факторов, которые снижают нашу вот эту естественную потребность в чем-то или в ком-то. И поэтому нам не хочется этого делать. А это может быть и отношение к человеку, условия труда. Это может быть противоречивые требования в работе. Это может быть стилистика управления. Это все, что угодно может быть. Именно это вызывает в человеке стойкое нежелание приходить на работу, а не сам вид деятельности. Мне еще тут такая статистика попалась, что оказывается, ну, большинство таких людей, которым приходится преодолевать себя, что вот 77% россиян не любят свою работу, причем из них 30% люто ее ненавидят. Да. Это те люди, которым надо искать себя, получается. Но большинство же они все равно через «не хочу», через «надо» продолжают вот именно сидеть на своем месте, не ищут. Может быть, они даже не знают, что им нужно. Вот что с этим делать, когда ты вроде понимаешь, что, ну, не нравится, ну, вот есть какое-то внутреннее сопротивление, но ты не знаешь, чем бы ты мог заниматься, чтобы приносило удовольствие. Какие шаги можно пристрелять? Хотя вот в ваших рассуждениях, да, я слышу какую-то такую идею, мнение, как это было раньше, когда в советскую эпоху человек получал образование и занимался какой-то одной работой, одна работа как бы на всю жизнь. Сейчас в современном пространстве профессии, вообще профессиональной деятельности, да, профессия, человек выступает как некий конструктор. Ты научился одному, продолжаешь учиться другому, и в перспективе тебя ждет что-то еще. Я говорю о том, что не надо в наших с вами таких условиях, да, концентрироваться на какой-то одной работе. Вот вы знаете, такой основной конфликт сейчас особенно молодых людей, я думаю, не только молодых, но и зрелых тоже, но среди молодежи это больше распространено. Когда хочется, с одной стороны, чтобы у тебя работа была интересная, творческая, а с другой стороны, хочется зарабатывать. И не всегда творчество, да, позволяет человеку заработать. И вот они, молодые люди, приходят к мнению о том, это реальные такие выборы жизненные, когда у человека две работы. Одна ему позволяет зарабатывать деньги, а другая работа — это там, где он ищет реализацию своего, так сказать, подтверждения. Поэтому люди, которые мучают себя, заставляя себя ходить на работу, они не используют шансы, которые ему даны. И вот хотя бы допустить в сознании мысли о том, что ты можешь делать что-то еще. И вот прислушаться к себе, вот что человеку было интересно, вот во что он играл в детстве, да, о чем он мечтал, что ему нравилось до сих пор, да, к чему он все-таки мысленно к себе возвращает. Может быть, из этого он может сделать еще одну работу. Мне все-таки интересно, а если человек не знает, ну, не может он предположить и найти, как вот из вороха идей, мыслей, может быть, вот из того, что он вокруг видит, как понять, что ближе мне. Нужно пробовать всем заниматься постепенно, по очереди? Да. Вот вы знаете, если бы человек в самом начале вышел в эту идею, да, что кроме того, чем он занимается, он может еще делать, наверное, это было бы слишком легко. Нужно запустить сам процесс. Вот как и в детстве, помните, нас часто родители водили на музыку, в спорт, потом еще куда-нибудь, художественную школу. Ведь смысл этого заключался в том, чтобы ребенок попробовал все эти виды деятельности. И в конечном итоге, вот в ходе этого процесса развития, перебирания, человеку, ну, как бы в будущем понравилось что-то, из чего он может сделать, как бы, да, это делом своей жизни. Оставаясь взрослым, он может поступать так же, он может перебирать самые разные вещи, пока не найдет то, что ему нравится. И даже нахождение в этом процессе поиска – это тоже достаточно увлекательное дело. А вот некоторые предпочитают начать свой путь с посещения астролога, чтобы звезды рассказали о предназначении. Как психологи к этому относятся, что человек, получается, перекладывает на какие-то звезды? Ну, я бы сказала так, что я это рассматриваю как определенное развлечение для человека, как определенная информация, которая может воспользоваться, а может не воспользоваться. Конечно, мы знаем с вами, да, такие случаи, когда действительно посещение астролога помогло человеку найти судьбу, да. Он как-то вот удачно вложил там деньги, купил квартиру, ну, осуществил какое-то событие в своей жизни. Это ему помогло, это так. Но что реально стояло за этой удачей, за этим каким-то радостным событием, мы с вами, конечно, не знаем. Поэтому если человек хочет использовать очень такие широкие возможности, то он, конечно, может пойти к астрологу, но последнее слово все равно будет за ним. Все равно, если мы с вами скажем о том, что он перекладывает ответственность на астролога, что он ему подскажет, это не совсем так. Он выслушает астролога, но последнее слово, принятие решения, послушает ли он, будет за ним. Поэтому таким образом он себе ответственность вернет. Он получит просто информацию. Тогда, может быть, рассматривать эту информацию как некий фактор, который на него повлиял и сделало его чуть увереннее в себе. Но, возможно, он и был уверенным в себе. Это он усомнился в себе. Сам. Еще вот тоже популярная такая вещь, медитация, когда вот я притягиваю к себе успех, я такой весь успешный, я могу все, что могу. Ну, понятно. Что про это психологи думают? Вы знаете, я хочу сказать, что психологи всегда приветствуют любые формы, где человек работает над собой. Да? Вот. И верят, что ему в это, ну, как бы надо верить, этим заниматься. Не важно, как это будет называться. Йога, медитация, утренняя зарядка, вот, холодные души. Это неважно. Главное, чтобы он ощущал, что мне это помогает. Вот. Потому что любое такое правильное решение человек делает из состояния вот такого какого-то, с одной стороны, спокойствия, да, а с другой стороны, очень обдуманного, такого, очень такого неспешного, я бы сказала, перебирания различных вариантов. Поэтому человеку нужно и здоровье, и спокойствие. И пусть он займётся тем, чем он хочет заняться. Да, прислушиваться к себе. Да, прислушиваться к себе. Это обязательное качество. Если эта медитация помогает ему прислушиваться к себе, так пусть он занимается медитацией. У меня ещё встретилась такая, ну, такая точка зрения о том, что процесс самореализации тормозит зона комфорта, что из неё, что тёплое болотце оно затягивает, и из него надо выходить, надо, ну, вот в этой рутине развития никакого не происходит. Да, вы абсолютно правы. Надо выходить из этого состояния. Да, вы абсолютно правы. Вот смотрите, если я сейчас вам приведу пример такой, возьмём, одно из самых совершенных, наверное, в природе создания, это организм любого живого человека, любого живого существа. Вы там увидите, что там тоже есть процесс возбуждения и торможения, да. Есть процесс восстановления, да, и есть процесс умирания старых клеток. И вот если это перейти, внести на психологическую жизнь человека, то там тоже будут и законы гомеостаза, то есть это зона, все законы, которые обеспечивают зону комфорта, постоянства, тишины, вот этого психического нуля какого-то. А с другой стороны, это законы развития. А любой закон развития, он не может протекать, ну, как-то спокойно, тихо, невозмутимо. Это же отвергание того, что есть, для того, чтобы перейти на то, чего еще нет. В любом случае, это выход из зоны комфорта. Я бы сказала, сознательный отказ от того, да, спокойствия, в котором тебе приятно находиться, потому что ты чего-то хочешь достичь, а у тебя этого нет. А для того, чтобы это было, здесь обязательно нужно работать, обязательно нужно какой-то риск в свою жизнь пускать и быть к этому готовым и осознанно к этому стремиться, ставить такие задачи для себя. Я вот обращаюсь к нашей цели. Допустим, ему работа, она важна и сложна, но она приносит ему деньги, она помогает ему встраиваться в нашу социальную систему. И поэтому пусть он поставил для себя такую задачу, да, встать раньше, даже, чем он обычно это делает, для того, чтобы очень спокойно подготовиться к этой работе. Ну, скажем так, если ему на работу там к девяти, и он всегда вставал, например, в семь, час эта дорога, и собраться на эту работу. Ну, пусть он встанет в шесть часов. И вот с шести до семи он будет заниматься тем, чем он хочет. Он может заниматься пробежкой, он может заниматься йогой, ну, кто-то может там борщ варить, это не важно. Но главное, он позволит себе ощутить вот это состояние, что работа — это не только мне навязывание самому себе каких-то сложных вещей. Я могу моделировать это время. Конечно, не все это будут делать, но могут позволить иногда так себя вести. А встать раньше — это выход из зоны комфорта. Это очень тяжело, и для многих людей это серьезное испытание, на самом деле. Но вот если начать перестраивать очень глубоко свою жизнь, то вот перестраивание, скажем так, вот этих самых простых режимных моментов в своей жизни является очень сложным для человека. А с другой стороны, они помогают организовать время и, собственно говоря, получить даже от этого какое-то удовольствие. Надо ли сравнивать себя с другими на пути к своей какой-то цели, к своему успеху? Сравнение — это одна из мыслительных операций. Вот когда мы что-то хотим понять, мы сравниваем с тем, что у нас есть, с тем, что нам предлагается. Но вы знаете, что не нужно делать, сравнивая себя с другими людьми, останавливаться только на негативном прочтении себя как личности. Вот если кто-то сравнил себя с кем-то и понял, вот этого у меня еще нет, и этому мне нужно учиться, и отсюда возникает мысль, а как я могу это сделать? Это хорошее сравнение. Но если человек сравнив уходит просто в оценочное суждение, что я вот такой, у меня это не получится, я это не смогу, это не хорошее сравнение. Это некие такие стереотипы негативного оценивания, которые он усвоил в своем опыте, но дальше его развитие никуда не продвигается. И поэтому скорее всего такое сравнение закрывает развитие и вызывает просто негативное переживание у человека. Еще тоже в продолжении этого вопроса, а насколько сегодня контент социальных сетей он помогает, стимулирует или может быть даже мешает этому развитию, когда вот например с одной стороны подписано кого-то супер успешного, который в формате радио вещает, что вот я такой весь из себя, и вот это вот постоянно нагнетается, нагнетается, да, вот этого много всего. информационного этого безобразия. Ну, вы знаете, наверное, опять же мы говорим о том, как личность организована, то есть само по себе, если у человека есть какой-то образец, топ-модель какая-то, само по себе эта модель ему навредить не может. вот другое дело, какой смысл сам человек вносит в то, что он эту информацию отсматривает, он ее ищет, да, вот какое впечатление на него этот человек оказывает, это исключительно делает сам человек для себя. Я вам скажу сразу, что если, например, у человека нет в системе каких-то близких связей человека, который его выслушивает, его поддерживает, то сама потребность остается и предъявляется к, вот допустим, к этому образцу, который в полном мире этого человека удовлетворить не может. Пустые, по сути дела, впечатления, пустые действия, потому что за этим стоит совершенно иное. Это потребность в человеческом контакте. Так, понятно. Ольга Александровна, спасибо вам большое за интересную беседу. Кто-то ждет понедельника, кто-то ждет Нового года, чтобы начать новую жизнь с чистого листа. Сегодня как раз тот день, пора, а дорогу, как вы знаете, осилит идущий. На сегодня это все. Я желаю вам продуктивного начала Нового года, быстрой адаптации к рабочему ритму и только позитивного настроя. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова